Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске состоялось очередное заседание Национального собрания Западной Армении. Сегодня день армянской армии. Согласно отчету Stockholm Center for Freedom, армянское культурное наследие в оккупированной Западной Армении находится под угрозой исчезновения. Коллекция ковровой шуши снова под угрозой исчезновения. Проблема со всех сторон. Исторические останки периода неолита были найдены в провинции Тигранакерт в Западной Армении. Тиграну Мансуряну исполнилось 83 года. Бабушка и дедушка в доме Арцаха. Знаменитая серия братьев Дилакям представлена в Ереване. Состоялось очередное онлайн заседание Национального собрания Западной Армении. В заседании приняли участие депутаты Западной Армении из разных стран, а также президент Арменак Абрамян. В ходе заседания состоялся обмен мнениями о предстоящей конференции. Президент Абрамян предоставил информацию о конференции Zoom, которая состоится 1 февраля. Заседание ввел председатель Национального собрания Леонардо Басмаджан. Напомним, что для участия в конференции Zoom, которая состоится 1 февраля, вы можете перейти по ссылке на нашем официальном сайте. Сегодня день армянской армии. Это профессиональный праздник Вооруженных сил Республики Армения, которое отмечается ежегодно 28 января. День Вооруженных сил Республики Армения утвержден законом о праздниках и днях памяти Республики Армения, подписанным президентом Республики Армения 6 января 2001 года. День армии отмечается 28 января, так как в этот день, в 1992 году, было принято решение об обороне Республики Армения. Отважные воины армянского народа сегодня, по примеру своих отцов, самоотверженно служит святому делу защиты Родины, проявляя неповторимый героизм и отвагу. Западная Армения поздравляет армянскую армию, желает ей силы, воли, бодрости и достойных побед. Согласно отчету Stockholm Center for Freedom, в течение года меньшинства и беженцы в Турции продолжали страдать от нарушений прав человека, разжигания ненависти и нападений. Правительство приложило мало усилий для решения вопросов свободы вероисповедания, включая религиозных меньшинств. Армянское культурное наследие также находится под угрозой исчезновения. Статья полностью доступна на нашем сайте. Часть коллекции ковров музея Ишуши чудом спасена во время 44-дневной войны в Арцахе и находится под угрозой исчезновения, так как владельцу коллекции Бартану Асцатряну негде их хранить. Выставка пройдет в Национальном музее-институте архитектуры Александра Томаняна до 28 января, но ковры могут остаться в музее недолго – 10 или 15 дней. Асцатряну предлагали передать коллекцию в музей истории Армении, этнографический музей Сардарападского мемориала или Шарамбиянский национальный художественный центр, но он не принял эти предложения. Всего из Шуши было спасено около 170 ценных ковров, но на выставке был представлен 71 образец. В основном выставлены ковры 19 века, но коллекция также включает образцы 17 века. Археологические раскопки в районе водохранилища под названием Амбар в Тигранакерте в Западной Армении выявил исторические останки, относящиеся к периоду неолита на холме под названием Грефилла. Спасательные раскопки дали весомые результаты, согласно которым верхний бассейн реки Амбар был выбран людьми в качестве поселения в 9 тысячелетия до н.э. В ранних слоях были обнаружены овально-прямоугольные цокольные сооружения и прямоугольные дома. Помимо сооружения обнаружились памятники, камни, фолосы, статуи людей и животных, алтари, которые применялись в ритуальных церемониях. Специалисты сравнили хорн Грейфилла со знаменитым Портасаром. Композитор, заслуженный деятель искусств Республики Армения, народный артист Республики Армения Тигран Мансурян – один из известных представителей современной армянской классической музыки. Его творчество представляет собой уникальное сочетание достижений европейской музыки XX века с лучшими традициями армянской музыки. Тигран Мансурян – один из величайших служителей Западной Армении, вернулся в Республику Армения из Ливана со своей семьей в 1947 году. Мансурян возродил принципы камитаса на новой эстетической основе. Преподавал теорию современной музыки в консерватории. В 1986 году Мансуряну было присвоено звание профессора музыки. Произведения композитора исполнялись в крупнейших концертных залах мира – Лондона, Парижа, Рима, Милана, Берлина, Вены, Москвы и других городов. Поздравляем маэстро с днем рождения и желаем ему долгих и плодотворных лет. В Ереване открылась выставка работ проживающих в Нью-Йорке братьев Дилакян на тему знаменитого памятника «Мы – наши горы». Эта серия, начавшаяся во время войны и продолжающаяся по сей день, авторы которой назвали Арцах, продолжает быть популярным и актуальным и сегодня, так как жизнь в Арцахе продолжается после войны. Братья Дилакян в бабушке и дедушке дополнили почти всю палитру образа Арцаха – верность, семейные ценности, патриотизм, защитники земли и воды. Отметим, что выставка была организована братьями Дилакян совместно с постоянным представительством Арцаха в Армении. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok